Как с ним бороться? Передаем слово нашим коллеге и его гостям. Вчера теракт в Грозном. Милиционеры ценой своей жизни остановили смертника, предотвратили большие потери среди мирного населения. Честь и слава героям, вечная память. Сегодня погибло двое бойцов. Во время рейда в Дагестане пришла информация, что на окраине одного из селений скрывается террорист. Он не просто террорист, он квалифицированный подрывник, который до этого боевал в Сирии. То, что нам казалось далеко, то, что нам казалось угрозой политологов, исламское государство, мало ли что он болтает, теперь оборачивается вполне конкретной угрозой уже нам. Не только Франции, не только Англии, не только Штатам. Нам, России. Что нам надо делать? Я думаю, что, во-первых, нам надо понять, что это реальная угроза. Действительно, говорить о том, что это ничего не значит, не имеет смысла. Потому что, когда Кадыров сказал, что мы этих людей не боимся и мы их достанем, я ему верю, это правда. И те полицейские, которые погибли сегодня в Чечне, это действительно герои. Тут не имеет значения, как вы относитесь, какая у вас религия или какое мировоззрение. Эти люди отдали свою жизнь за то, чтобы защитить мирных жителей. Собственно, этим и должна заниматься полиция. Это её и есть первое предназначение. Они действительно герои. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что мы не закрыты от этой угрозы. У нас нет никакой гарантии от их проникновения. У нас нет какой-то бетонной стены, которая отделяет мир, пронизан, так сказать, огромным количеством связей. И, к сожалению, эти связи будут работать против России. И я думаю, что американцы, когда задумывали вот это давление на Россию, которое в том числе выразилось в украинском кризисе, понимали, что проблемы они будут устраивать в разных точках страны. И одна из самых болезненных точек – это Северный Кавказ. И они об этом предупреждали, между прочим, в разных формах. Вы будете иметь проблемы. Одна проблема – это, например, либеральная оппозиция в Москве, Питере и ещё где-нибудь. Вторая проблема – это, несомненно, Северный Кавказ. Вот по либеральной оппозиции мы, в принципе, видим, что они делают. Более-менее с этим это, по крайней мере, понятно. А вот Северный Кавказ – это вещь гораздо более серьёзная. Надо принимать самые жёсткие меры по этому поводу. И при этом одна из крайне важных вещей – сохранять мир и согласие в межконфессиональной и межнациональной среде. Надо всегда помнить, что Россия не только великая православная, но и великая мусульманская страна. Несомненно, но это важно для всех. Это важно понимать и православным, и мусульманам, независимо от их этнической принадлежности. Вот к вопросу о возможных провокациях каких-то столкновений. Вот недавний, это здесь был недавний инцидент в Москве, который, так сказать, пытались раскрутить. Вот раскручивая подобные инциденты, на самом деле, вы льёте воду на мельницу тех, кто хотел бы, так сказать, взорвать Россию внутри. 100%, конечно. Надо вести борьбу за умы людей на Северном Кавказе, потому что вот этот исламский фактор, он очень важен. Его не было буквально в Первую Чеченскую войну, и это появилось, он стал играть, тогда был сепаратизм, бандитизм, всё что угодно. Он стал играть серьёзную роль вот с 2000-х годов, в 2000-х годах, с 2000-го года, наверное, тогда и пошли вот эти террористы-смертники и так далее. А произошло это из-за того, что вот этот период безвремени между Первой и Второй войной активно начало проникновение реакционных течений ислама на Северный Кавказ. Людей отправляли учиться в медресе, приезжали их проповедники, и вот молодёжь, она была заражена этой заразой. И вот эта отрыжка вот тех лет, она сейчас очень серьёзно даёт о себе знать на Северном Кавказе. И вот роль духовенства, роль проповедников сейчас очень важна там. И не случайно их уже начали сейчас убивать на Северном Кавказе, потому что понимают, что те люди, которые проповедуют настоящий ислам, которые не приемлют его реакционные течения, они сейчас становятся такой же угрозой, как сотрудники специальных служб. Семен Аркадьевич, вот посмотрите, ИГИЛ особо не скрывал, то есть он теперь называется просто исламское государство, что оскорбительно для ислама, само такое название. Он никогда не скрывал, мы под видом беженцев будем внедрять террористов. И вот через границу с Турцией они отправляют будущих террористов. А у нас вообще нет никакой проблемы? Из Турции прилететь в Россию вообще никакой проблемы нет. Так называемый упрощенный визовый режим, значит, ну дело в том, что действительно, зная транзит этих людей из территории России через Турцию в Сирию, а потом и в Ирак, мы должны давно были прийти к такому выводу о том, что и назад же они будут возвращаться. Ну это, кстати, еще не совсем плохой вариант, есть худший вариант, когда они будут сильно правильно направляться сюда, имея под собой поддержку серьезную финансовую в плане вооружения, получаемую от исламского государства. Кроме того, мы же видим, вот в интернете выложена, значит, запись, бой под Кабаной идут. Значит, группа, снайперская группа, говорит на русском языке со специфичным, я не буду говорить каким акцентом, по-русски говорят, естественно, да? То есть это уже слаживание боевых подразделений, они могут просто в полном составе пребывать и развертывать партизанскую, ну в более широком плане, чем, к сожалению, имеет место быть. Но мы же не вводим специальный визовой режим с Турцией. Почему? Сейчас уже европейцы начали турок обвинять в том, что они поддерживают исламское государство, те, правда, в ответ говорят, а вы сами виноваты и так далее. Сейчас Байден прямо заявил, да? То есть вынуждены говорить о таких вещах. Потом тут же извинился. Байден такой молодец, он сначала скажет, потом извиняет. А потому что принято решение о возможности использования сухопутных сил Турции, понимаете? Американцы заинтересованы, а потом есть база Инжирейка, а вдруг откажут? То есть он извинился, потому что надо было. Выгодно извиниться. Выгодно, да, извиниться. Наконец, у нас с государствами Центральной Азии, граждане которых тоже там воюют, да? А ведь сегодня пришла новость, что одно из туристических движений... Движение Узбекистана. Да, Узбекистана пристегнуло исламскому государству. Наверное, исламскому государству. Но ведь мы уже в течение трех-четырех лет арестованы территорией России членов исламского движения Узбекистана. То есть границы прозрачные. Это очень негативно, скажем, на национальной безопасности. И я не согласен, что это все событие касается Северного Кавказа. Это касается всей Российской Федерации. А что, у нас нет проблем по Волозу, нет Москве, нет Петербурга, нет... В любом городе есть большое количество мигрантов, зараженные этой идеологией. И нам необходимо, первое, сделать, разобраться в связовом режиме. Раз. Второе. Значит, мы не можем уничтожать противника только на нашей территории. Это опасно. А почему бы не на его территории, да? Почему призывал Рамзан Кадыров? Он говорил, где они будут, там и будем их участвовать. Значит, сейчас все страны Запада очень активно помогают курдам. Не потому, что они их любят. И не потому, что у них много нефти и газа. Но и потому, что там выгодно закрепиться. Так почему бы нам не оказать помощь Иракскому Курдистану в Эрбиле, в Сирийском Курдистанском Курдистанском согласовании с Дамасским и Багдадом. И не просто поставить им технику, но и направить наших специалистов по борьбе с терроризмом тоже спецназами в ВД Чечни. И пусть они к нам не уничтожают. Мы как-то на фоне украинского кризиса очень быстро забыли о Кавказе. Я понимаю, российское общество очень устало от этого кровавого противостояния. И сознание требовало уже отвлечься от этого. Но кровавая каша на Украине повергла еще больший шок наше население. И тем не менее, мы всегда говорили, эксперты и кавказоведы, говорили, что не стоит забывать о проблемах на Северном Кавказе. Тем более на фоне того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. И ведь дело не только в прозрачности границ. Дело в том, что у нас угроза существует внутри страны. И она до конца не излечена. И, к сожалению, мы теряли молодежь все эти годы постсоветские. И на фоне первой и второй чеченской кампании с молодежью-то никто не работал. И сейчас все эти подрывы, все эти атаки одиночные кто совершает? Ведь понятно, что сейчас на Кавказе как таковой организованного сопротивления не может быть. Потому что практически во всех республиках она разрушена. Но мы знаем из курса химии, из курса физики, что существуют свободные молекулы, которые не подконтрольны никому. Особенно в современную эпоху, когда идеология распространяется через средства массовой информации, через интернет. Любой, как братья Царнаевы, допустим, в США, может собрать взрывное устройство и совершить подобные акты. Но для того, чтобы работать с подобной молодежью, как вы правильно говорили, Владимир, мы упустили эту молодежь и не работаем с ней через телевидение, через воспитание. Недостаточно внимания мы уделяем им. Мы не рассказываем о том, что сделали, допустим, Юнусбек Евкуров для российского государства. Что сделал Карачаево-Черкесский министр внутренних дел для российского государства, для российского общества. Что сделал Рамзан Кадыров для чеченского общества и для российского общества. Об этом российский обыватель не знает. Он не знает, какая модель национальной консолидации и собирания заново чеченского общества, фактически из руин, была реализована в Чеченской республике. Мы не знаем, чем отличается модель борьбы, допустим, с экстремизмом в Ингушетии от того, что было реализовано в Дагестане. Российскому обывателю это неинтересно. Но это жизненно важные темы, которые позволяют нам не допустить разрушения нашего государства. Разумно. Я хочу присоединиться как раз к предыдущему оратору и добавить от имени своих друзей из батальона Илья, которые недавно вернулись из Донбасса, они лично были знакомы с теми чеченцами, которые героически защищали аэропорт Донецка, погибли там. И наши израильские друзья рассказывают, что это были люди высочайших человеческих качеств. И нельзя не начать, как раз говорить, с тех достижений России по интеграции Чечни, по борьбе с террором. Мы говорим об одном теракте, который совершил, как мы сегодня знаем, одиночка-террорист. Который, может быть, подхватил идеологию через средства массовой информации, но мы не знаем ничего об его организационной принадлежности. А сколько терактов удалось предотвратить? Россия, на самом деле, может такида гордиться своими успехами по борьбе с террором. Куда больше, чем запах. Российские светслужбы сегодня обладают и опытом, и умением, и интеллектуальным потенциалом, который позволял им и провести спокойно Олимпиаду, и на самом деле защищать российских граждан от новых терактов. При том, что потенциал для терактов, он огромен. Желание с той стороны устраивать кровавую бойню на территорию России огромен. Когда ИГИЛ заявляет о том, что президент России у них на прицеле, о том, что каждый россиянин на прицеле. Когда шейх Кардауи, по сути, один из реальных духовных лидеров суннитского мира, говорит, что Россия враг номер один, к этому надо относиться в высшей степени серьезно. И тут, мне кажется, к тому, что сказано, надо добавить очень важное такое понятие, которое мы в Израиле отработали. Это культура населения и его борьбы с террором. Вот в России обычно после теракта сразу все как-то насторожены, внимательны. Проходит три дня, идите на Казанский вокзал, посмотрите, как относятся проверяющие к сигналам красным. Люди проходят свободно, просто можно пронести что угодно, атомную бомбу маленькую можно пронести. То есть, вот просто до такой степени. Необходимо в России, чтобы население было готово к этому, сотрудничало с правоохранительными органами обязательно, и готово было постоянно также к возможным такого рода инцидентам. Ну, а вообще-то вы молодцы. Вам удалось сделать то, что Западу не удалось сделать. Евгений Янович, как я понимаю, у вас есть несколько иная информация о том, что произошло в Чечне? Понятно, что по свежим, по крайней мере, следам. Мы понимаем, что сидят кроты. Мы понимаем, что человек, который совершил самоподрыв полгода, не выезжал за пределы Чечни. Его экипировали. Ему дали фальшивое удостоверение МВД. Ему дали пояс шахида. Правда, научили плохо. Мне очень не нравится, когда мы утреляем термин «шахид», потому что это замечательное и святое понятие в исламе стало тиражироваться на террористов-смертников. А шахид – это то, что для православия праведник. Мученик. Я в данном случае пользуюсь... Мученик не может убивать других людей. Мученик невиновный. Вот так же получилось, что я пользуюсь термином, распространенным в профессиональном силовом сообществе. Я понимаю, но просто хочется защитить наших мусульманских братьев. Ну, если уже стоящий передо мной коллега говорит об интеграции и о необходимости учить российских обывателей правильному пониманию ислама, а не о том, что русский проект кончился, как было несколько лет назад на Эксперт-ТВ, когда мы впервые с ним познакомились. Ну, действительно, Евгений Янович, придите сегодняшний днём. Наверное, русский проект опять начался, может быть, после Крыма. Соответственно, нам нужно понимать, что пока мы учим молодёжь, надо вскрывать остатки подполья, надо вскрывать связи, потому что это большие деньги. Теракт с самоподрывом – всегда большие деньги. Надо понимать, кто конкретно люди из Панкийского ущелья, которые ушли, бывшие люди Дока Умарова, которые сегодня в исламском государстве, говоря с разным акцентом и работая в том числе снайперами, или всё-таки катарцы, которые сегодня финансирует Эмарат Кавказ, проплатили этот теракт, потому что те теракты, которые могут опять пойти на Чечню, это уже не саудовцы. Саудовцы работают сегодня на дагестанском направлении, в том числе по Волгограду. Значит, надо следить за катаром. То есть, теория теории, но бороться надо с сегодняшним заплатным и праздными терактами. Моё возражение касается того, насколько финансирование подполья на Кавказе идёт из-за рубежа. Российские спецслужбы сделали очень много для того, чтобы пресечь все эти каналы поставки средств, оружия и так далее. В последние 5-6 лет финансирование идёт полностью за счёт внутренних ресурсов. Что такое налог на войну? Что такое отжимание бизнесменов? Что такое флешки? На Кавказе знают не понаслышке. И бороться с этим, представляя каждому боевику по одному полицейскому, невозможно. Нужно работать именно на уровне идеологии. Вот я сегодня вижу, стоит в сетке вещания, сегодня в программе канала «Россия» замечательный фильм «Салам, учитель» о русских учителях, которые приехали на Кавказ и отдали в свою жизнь тому, чтобы поднять уровень просвещения на Кавказе до общесоюзного уровня. У меня у самого в роду точно такая же учительница, которая до сих пор уважаема. И вот это, вот такое внимательное отношение к Кавказу и ознакомление с бытом из истории Кавказа и с его вкладом в развитие российского общества и российской культуры нужно было начинать ещё 15 лет назад. Сейчас небольшая реклама, сразу после которой вернёмся к действующей суде. Передаём слово нашим коллеге и его гостям. Вчера теракт в Грозном. Милиционеры ценой своей жизни остановили смертника, предотвратили большие потери среди мирного населения. Честь и слава героям, вечная память. Сегодня погибло двое бойцов. Во время рейда в Дагестане пришла информация, что на окраине одного из селений скрывается террорист. Он не просто террорист, он квалифицированный подрывник, который до этого боевал в Сирии. То, что нам казалось далеко, то, что нам казалось угрозой политологов, исламское государство, мало ли что он болтает, теперь оборачивается вполне конкретной угрозой уже нам, не только Франции, не только Англии, не только Штатам, нам, России. Что нам надо делать? Я думаю, что, во-первых, все-таки нам надо понять, что это реальная угроза. Действительно говорить о том, что это ничего не значит, не имеет смысла. Потому что когда Кадыров сказал, что мы этих людей не боимся, и мы их достанем, я ему верю, это правда. И те полицейские, которые погибли сегодня в Чечне, это действительно герои. Тут не имеет значения, как вы относитесь, какая у вас религия, какое мировоззрение. Эти люди отдали свою жизнь за то, чтобы защитить мирных жителей. Собственно, этим и должна заниматься полиция. Это её и есть первое предназначение. Они действительно герои. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что мы не закрыты от этой угрозы. У нас нет никакой гарантии от их проникновения. У нас нет какой-то бетонной стены, которая отделяет мир, пронизан, так сказать, огромным количеством связей. И, к сожалению, эти связи будут работать против России. И я думаю, что американцы, когда задумывали вот это давление на Россию, которое в том числе вывелось в украинском кризисе, понимали, что проблемы они будут устраивать в разных точках страны. И одна из самых болезненных точек – это Северный Кавказ. И они об этом предупреждали, между прочим, в разных формах. Вы будете иметь проблемы. Одна проблема – это, например, либеральная оппозиция в Москве, Питере или ещё где-нибудь. Вторая проблема – это, несомненно, Северный Кавказ. Вот по либеральной оппозиции мы, в принципе, видим, что они делают. Более-менее с этим это, по крайней мере, понятно. А вот Северный Кавказ – это вещь гораздо более серьёзная. Надо принимать самые жёсткие меры по этому поводу. И при этом одна из крайне важных вещей – сохранять мир и согласие в межконфессиональной и межнациональной среде. Надо всегда помнить, что Россия не только великая православная, но и великая мусульманская страна. Несомненно. Но это важно для всех. Это важно понимать и православным, и мусульманам, независимо от их этнической принадлежности. Вот к вопросу о возможных провокациях каких-то столкновений. Вот недавний, это здесь был недавний инцидент в Москве, который, так сказать, пытались раскрутить. Вот раскручивая подобные инциденты, на самом деле, вы льёте воду на мельницу тех, кто хотел бы, так сказать, взорвать Россию. 100%, конечно. Надо вести борьбу за умы людей на Северном Кавказе. Потому что вот этот исламский фактор, он очень важен. Его не было буквально в Первую Чеченскую войну, и это появилось. Он стал играть, тогда был сепаратизм, бандитизм, всё что угодно. Он стал играть серьёзную роль вот с 2000-х годов. В 2000-х годах, наверное, тогда и пошли вот эти террористы-смертники и так далее. А произошло это из-за того, что вот этот период безвремени между Первой и Второй войной активно начало проникновение реакционных течений ислама на Северный Кавказ. Людей отправляли учиться в медресе, приезжали их проповедники. И вот молодёжь, она была заражена этой заразой. И вот эта отрыжка вот тех лет, она сейчас очень серьёзно даёт о себе знать на Северном Кавказе. И вот роль духовенства, роль проповедников сейчас очень важна там. И не случайно их уже начали сейчас убивать на Северном Кавказе, потому что понимают, что те люди, которые проповедуют настоящий ислам, которые не приемлют его реакционные течения, они сейчас становятся такой же угрозой, как сотрудники специальных служб. Семен Аркадьевич, вот посмотрите, ИГИЛ особо не скрывал, то есть он теперь называется просто исламское государство, что оскорбительно для ислама, само такое название. Он никогда не скрывал, мы под видом беженцев будем внедрять террористов. И вот через границу с Турцией они отправляют будущих террористов. А у нас вообще нет никакой проблемы. Из Турции прилететь в Россию вообще никакой проблемы нет. Так называемый упрощённый визовый режим. Дело в том, что действительно, зная транзит этих людей из территории России через Турцию в Сирию, а потом и в Ирак, мы должны бы давно прийти к такому выводу о том, что и назад же они будут возвращаться. Но это, кстати, ещё не совсем плохой вариант. Есть худший вариант, когда они будут сильно направляться сюда, имея под собой поддержку в серьёзную финансовую в плане вооружения, получаемое от исламского государства. Кроме того, мы же видим, вот в интернете выложена, значит, запись, бой под кабаной идёт. Значит, группа, снайперская группа, говорит на русском языке со специфичным, я не буду говорить каким акцентом, по-русски говорят, естественно, да. То есть это уже идёт слаживание боевых подразделений, они могут просто в полном составе пребывать и развертывать партизанскую, ну, в более широком плане, чем, к сожалению, имеет место быть. Но мы же не вводим специальный визовой режим с Турцией. Почему? Сейчас уже европейцы начали турок обвинять в том, что они поддерживают исламское государство, те, правда, в ответ говорят, а вы сами виноваты и так далее. Сейчас Байден прямо заявил, да, то есть вынужден они говорить о таких вещах. Потом тут же извинился. Байден такой молодец, он сначала скажет, потом извиняет. А потому что принято решение о возможности использования сухопутных сил в Турции, понимаете, американцы заинтересованы. А потом есть база Инжирвейк, а вдруг откажет? То есть он извинился, потому что надо было. Выгодно извиниться. Выгодно, да, извиниться. Наконец, у нас с государствами Центральной Азии, граждане которых тоже там воюют, да. А ведь сегодня пришла новость в том, что одно из туристических движений Узбекистана пристегнуло исламскому государству. Наверное, исламскому государству. Но ведь мы уже в течение трех-четырех лет арестованы на территории России членов исламского движения Узбекистана. То есть границы прозрачные. Это очень негативно, скажем, на национальной безопасности. И я не согласен, что это все событие касается Северного Кавказа. Это касается всей Российской Федерации. А что, у нас нет проблем по Волжу, нет Москве, нет Петербурга, нет... В любом городе есть большое количество мигрантов, зараженных этой идеологией. И нам необходимо, первое, сделать, разобраться с физовым режимом. Раз. Второе. Значит, мы не можем уничтожать противника только на нашей территории. Это опасно. А почему бы не на его территории, да? Почему призывал Рамзан Кадыров? Он говорил, где они будут, там и будем их уничтожать. Значит, сейчас все страны Запада очень активно помогают курдам. Не потому, что они их любят. И не потому, что у них много нефти и газа. Но и потому, что там выгодно закрепиться. Так почему бы нам не оказать помощь Иракскому Курдистану в Эрбиле, Сирийскому Курдистану в Камышевом согласовании с Дамасским и Багдадом. И не просто поставить им технику, но и направить наших специалистов по борьбе с терроризмом тоже спецназмом в ВД Чечни. И пусть они их там уничтожают. Мы как-то на фоне украинского кризиса очень быстро забыли о Кавказе. Я понимаю, российское общество очень устало от этого кровавого противостояния. И сознание требовало уже отвлечься от этого. Но кровавая каша на Украине повергла еще больший шок наше население. И тем не менее, мы всегда говорили, эксперты и кавказоведы, говорили, что не стоит забывать о проблемах на Северном Кавказе. Тем более на фоне того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. И ведь дело не только в прозрачности границ. Дело в том, что у нас угроза существует внутри страны. И она до конца не излечена. И, к сожалению, мы теряли молодежь все эти годы постсоветские. И на фоне первой и второй черченской кампании с молодежью-то никто не работал. И сейчас все эти подрывы, все эти атаки одиночные кто совершает? Ведь понятно, что сейчас на Кавказе как таковой организованного сопротивления не может быть. Потому что практически во всех республиках она разрушена. Но мы знаем из курса химии, из курса физики, что существуют свободные молекулы, которые не подконтрольны никому. Особенно в современную эпоху, когда идеология распространяется через средства массовой информации, через интернет. Любой, как братья Царнаевы, допустим, в США, может собрать взрывное устройство и совершить подобные акты. Но для того, чтобы работать с подобной молодежью, как вы правильно говорили, Владимир, мы упустили эту молодежь и не работаем с ней через телевидение, через воспитание. Недостаточно внимания мы уделяем им. Мы не рассказываем о том, что сделали, допустим, Юнусбек Евкуров для российского государства. Что сделал Карачаево-Черкесский министр внутренних дел для российского государства, для российского общества. Что сделал Рамзан Кадыров для чеченского общества и для российского общества. Об этом российский обыватель не знает. Он не знает, какая модель национальной консолидации и собирания заново чеченского общества, фактически из руин, была реализована в Чеченской Республике. Мы не знаем, чем отличается модель борьбы, допустим, с экстремизмом в Ингушетии от того, что было реализовано в Дагестане. Российскому обывателю это неинтересно, но это жизненно важные темы, которые позволяют нам не допустить разрушения нашего государства. Я хочу присоединиться как раз к предыдущему оратору и добавить от имени своих друзей из батальона Илья, которые недавно вернулись из Донбасса. Они лично были знакомы с теми чеченцами, которые героически защищали аэропорт Донецка, погибли там. И наши израильские друзья рассказывали, что это были люди высочайших человеческих качеств. И нельзя не начать, как раз говорить, с тех достижений России по интеграции Чечни, по борьбе с террором. Мы говорим об одном теракте, который совершил, как мы сегодня знаем, одиночка-террорист, который, может быть, подхватил идеологию через средства массовой информации, но мы не знаем ничего об его организационной принадлежности. А сколько терактов удалось предотвратить? Россия, на самом деле, может таки, да, гордиться своими успехами по борьбе с террором. Куда больше, чем запад. Российские светслужбы сегодня обладают и опытом, и умением, и интеллектуальным потенциалом, который позволял им и провести спокойную Олимпиаду, и, на самом деле, защищать российских граждан от новых-новых терактов, при том, что потенциал для терактов, он огромен. Желание, с той стороны, устраивать кровавую бойню на территорию России огромен, когда ИГИЛ заявляет о том, что президент России у них на прицеле, о том, что каждый россиянин на прицеле, когда шейх Кардауи, по сути, один из реальных духовных лидеров суннитского мира, говорит, что Россия враг номер один, к этому надо относиться в высшей степени серьезно. И тут, мне кажется, к тому, что сказано, надо добавить очень важное такое понятие, которое мы в Израиле отработали, это культура населения и его борьбы с террором. Вот в России обычно после теракта сразу все как-то насторожены, внимательны. Проходит три дня, идите на Казанский вокзал, посмотрите, как относятся проверяющие к сигналам красным. Люди проходят свободно, просто можно пронести что угодно, атомную бомбу маленькую можно пронести, да? То есть, вот просто до такой степени. Необходимо в России, чтобы население было готово к этому, сотрудничало с правоохранительными органами обязательно, и готово было постоянно также к возможным такого рода инцидентам. Ну, а вообще-то вы молодцы, вам удалось сделать то, что Западу не удалось сделать. Евгений Иванович, как я понимаю, у вас есть несколько иная информация о том, что произошло в Чечне? Понятно, что по свежим, по крайней мере, следам. Мы понимаем, что сидят кроты. Мы понимаем, что человек, который совершил самоподрыв полгода, не выезжал за пределы Чечни. Его экипировали. Его экипировали. Р